Мир Божий Церковь 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 В процентном соотношении, когда совершались какие-то проблемы, 80% проблем, они приходились на то, что это были технические вещи. Что-то отказывало, что-то не крутилось, что-то останавливалось. И 20% это был человеческий фактор. Вообще те люди, которые были в те времена, это были герои, которые садились на эти аппараты и еще подымались в небо. Прошло 100 лет. И послушайте, как изменилась статистика. Она настолько сильно поменялась, что на данный момент все проблемы или катастрофы, или какие-то неурядицы, которые происходят в авиации, они на 80% состоят из человеческого фактора. И 20% это только по техническим моментам. То есть, когда мы думаем и мы понимаем, что это такое, мы понимаем, что в принципе люди, человеки, они за 100 лет научились летать. Мы знаем, что сегодня самолет, и я могу спокойно в него садиться, лететь тысячи и тысячи километров. При всем при этом я буду под кондиционером, у меня будет интернет, у меня будет туалет. Я буду лететь, и в принципе это сегодня является самым безопасным видом передвижения на земле. Но человеческий фактор, он вышел настолько сильно, его никто не может победить. Потому что если человек не выспался, у него плохое настроение, он забыл какую-то гайку прикрутить, он еще что-то там себе выдумал, то в принципе человеческий фактор в 80% он влияет на какие-то определенные проблемы. И знаете, когда мы переносимся все-таки в божественное бытие, мы понимаем, что в книге, в первой книге Библии, бытие, мы понимаем, что написано сотворение мира. И Бог создал идеальный мир. Мы видим и читаем на первых страницах, в первых главах о том, что написано, что Бог сотворил в первый, второй, третий день. И помните, когда он смотрел на свое творение, да, Бог, и он говорил, то есть ему самому нравилось то, что он творит. Он говорил, весьма хорошо, прям вот мне нравится то, что я сделал, прям оно все красиво, прям интересно. И в конце он творит кого? Человека. И говорит, вот это, это вообще венец творения, то есть это самое лучшее, то, что я создал. И знаете, когда мы думаем об этом, мы понимаем, Бог создал вот эту систему жизни. Но есть одна удивительная вещь, что Бог при всем при этом не стал ее определенным образом локалить, чтобы эта система не была уязвимая. Он берет человека и по великой любви он дает человеку возможность и говорит, а в этом создании, в этом эдеме, в этом бытие есть дерево. И мы все знаем, что с этим деревом можно было поступить по-разному. Можно было переступать границы, можно было не переступать границы. То есть откровение Божие, оно заключалось в том, что Бог доверил свое царство Божие, да, свой эдем, свое совершенство. Он доверил во что? В зависимость от человеческого фактора. И иногда хочется так подумать и сказать, Господи, ну ты-то хорошо подумал, но может надо было эту систему сделать такой, чтобы никто не подкопался, никто не принес своего, никто не докрутил, никто не додумал. Но Бог так сильно любит человека. Бог так сильно хочет, чтобы человек это было творение, с которым он общается. Он говорит, ты сам можешь принимать этот выбор. И мы знаем, что Адам с Евой в какой-то момент этот человеческий фактор, он сыграл. И когда они имели несколько бесед там со змеем, с дьяволом, мы понимаем, что в конце концов они приняли решение о том, что, ну, наверное, мы попробуем этот мир немного реформировать. Потому что мы знаем, что им было предложено, что у вас глаза откроются, вы что-то увидите, вы что-то почувствуете. И в этот момент сыграл этот некий человеческий фактор, о котором мы знаем, что все остальное, во всем, в чем мы сегодня живем, оно все пошло по-другому. И знаете, в этот момент я думаю о том, что, Господи, ну ведь как-то можно было бы исключить это из наших жизней. Ведь можно было бы даже подумать, если мы уже видели, что в Адаме и в Еве существуют такие вопросы, что в человечестве есть этот фактор, то, может, давайте мы его исключим. Но одна из притч Нового Завета рассказывает нам историю, давайте мы ее прочитаем. Это притча о Сеятеле. И она рассказывает о том, как бы в аллегориях написано так, это Матфея, 13 глава, с 3 стиха. И получал их много притчам, говоря, вот вышел Сеятель Сеять, и когда он сеял, иное упало на три дороги, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце увяло, и как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросли тернии, и заглушили его, иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, тот слышит. Когда мы знаем эту притчу, мы понимаем, что Слово Божье, давайте ее разберем немного, оно неизменно. Бог, который есть Альфа и Омега, Бог, который есть Первый и Последний, и Его Слово есть Истина, и мы знаем, что Сеятель, это прообраз Слово Божье. И написано, вышел Сеятель Сей. Слово Божье, оно, что тысячи лет назад было для человеком, да и аминь, что сегодня, что будет, Бог не меняется. Но почва, о которой мы читаем, мы понимаем, что почва имеет некий фактор. Мы понимаем, что здесь написано о четырех состояниях почвы. Почва, мы понимаем, что это не земля, что это состояние сердца, жизни, чувств человека. И мы видим, что 75% почвы человека, который живет на земле, который слышит Слово Божье, слышит Его истину, слышит Его правду, мы думаем, но если это слово такое качественное, если оно такое сильное, если оно такое глубокое, ну пусть оно падает и всегда приносит хороший плод, да. Но мы видим, что здесь в этой притче показано, что Бог, он не тот, который дает человеку какие-то определенные стандарты. Он говорит, я сею свое слово, но человек, он сам может принимать. Он может принимать это глубоко, он может принимать это неглубоко, он может падать, он может размышлять, думать. И в этот момент это все является человеческим фактором, потому что как бы человек ни слышал, как бы ему ни проповедовали, какие бы свидетельства ему ни говорили, в создании и в замысле Бога существует выбор человека. И человек сам рассуждает и думает, а мне это надо, когда говорят о пожертвованиях, когда говорят о миссии, когда говорят о какой-то жертве, о каком-то движении, о еще каких-то моментах, то человек, у него есть возможность включить этот человеческий фактор и выбирать. И я думаю, ну может быть это тогда ущерб для царства Божьего, потому что, ну как так, тогда 75% судя по всему, они делают выбор. У одних сатана украл, другие там, у других птицы поклевали, третьи там еще за какой-то суетой. И даже вот этот вот процент, который четверть процента, который вроде бы хороший и правильный, мы и то даже видим, что этот хороший процент, в который упало это зерно, что один дает в 100 крат, в другой в 60, то есть даже он не приносит столько плода. Вот если упало, значит уже полная мера тогда этот человек. Мы видим, что даже самое хорошее, даже самое честное, самое глубокое, оно тоже имеет свои определенные подразделения. И когда мы говорим об этом, мы понимаем, что в замысле Бога, в жизни каждого из нас существует эта позиция человеческого фактора. И когда ты и я, мы слышим о чем-то, нас куда-то зовут, мы читаем, смотрим проповеди, мы общаемся, то так или иначе, очень часто бывает так, что мы начинаем думать, и этот человеческий фактор, он начинает в нас производить определенные какие-то работы. Давайте вспомним, когда в Иезекииле, Бог, это написано, Иезекииле 22 глава, 30 стих, и написано так. И искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Иезекииле пишет, он говорит, я пришел в народ свой, где куча людей, люди знают Писание, люди знают законы, люди знают правила, и Бог говорит, кто создал это все? Сам Бог это создал. Этот народ, это создание Божие, эти уставы, это создание Божие. И сам Бог, он говорит, я искал и не нашел. Давайте вот просто представим, что даже как-то абсурдно, да, звучит. Бог приходит в свою систему, в свою церковь, в свой народ, и не может найти в своем огороде, не может найти вопрос в чем? Что там, люди плохие что ли? Или у них ушей нет? Или он им непонятно говорит? Весь вопрос, он заключается в чем? В почве тех людей, в том состоянии, в чем они жили. Люди знали эти 10 заповедей, люди знали о том, что они народ святой, люди получали кучу свидетельств, люди знали. Он говорит, я пошел поискать, посмотрел на их состояние, посмотрел на их положение. Но их человеческий фактор, он сыграл так, что они были заняты чем-то. Их почва, она была настолько занята, ну, своими какими-то делами, идолами, там, я не знаю, какой-то жизнью. И каждый раз, когда мы читаем в Священном Писании, на страницах о людях, которые сталкивались в своей жизни с призывом Божьим, мы видим, что апостол Павел писал о таких людях, и, наверное, больше, наверное, сказать, что он писал о себе. Это послание Галатам, первая глава, 15-16 стих, когда он пишет. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и привзвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал же советоваться с плотью и кровью». То есть Павел, когда встретился с какими-то ситуациями, ему надо было куда-то идти, пользоваться какими-то индульгенциями, там, римского гражданина и еще какими-то своими знаниями, обучениями, когда он все это знал, он понял, и это просто вот вошло в писание его высказывания от Духа Божия. Он говорит, когда я все это взвесил, когда Слово Божие пришло ко мне, иди к язычникам, он говорит, я тогда не стал советоваться с чем? С плотью и кровью. Потому что если бы я с ней посоветовался, то, скорее всего, я бы понял, что для меня, ну, как бы, наверное, это не перспективно. Наверное, это для меня, как бы, займет кучу времени. Это как-то отразится на моем здоровье. И Павел говорит о том, что мой человеческий фактор, он не стал советоваться с плотью и кровью, и он включается правильно, он говорит, я иду так, как Дух ведет, туда, куда призывает Господь. Ведь на самом деле Бог очень, Иисус Христос, очень просто сказал, идите до края земли, крестите там учеников, делайте. Что может быть проще? Но мы знаем, когда это касается меня лично, когда это приходит в мою жизнь. Давайте вспомним несколько историй. Когда рождается Иисус Христос, да, мы знаем, ясли, звезды, волхвы, все эти вещи, которые происходят, и я думаю, Господи, ну ладно, ты решил, ну вот, Мессию послать, Христа послать, но сделай это так, чтобы человеческий фактор хотя бы в этом не сыграл, да, какую-то роль. И мы понимаем, что Бог, Он создает, Он посылает младенца Иисуса Христа, и думаешь, Бог, ты настолько всемогущий, ты настолько во всем и везде, ну давай как-то хотя бы рождение без проблем будет, ну, чтобы уже как-то без стрессов, без кризисов. И мы понимаем, что муж Марии, да, Иосиф, он что делает? Он когда понимает мозгами, у него включается его человеческий фактор. Он понимает, и ему говорят, твоя жена, она имеет в чреве от Духа Святого, и человек не может это вместить, он говорит, я пошел, я как бы вот к этому не имею никакого отношения. И только ангелы его ловят, да, и говорят, ты, Иосиф, ты это, ну, приди, как-то они его уговаривают, но если бы не так, то сам, если бы просто это был выбор Иосифа, наверное, он бы так бы и ушел, и пошел, потому что для него на самом деле было бы сложно принять это, потому что человеческий фактор, логика, он говорит о том, что, да нет, так не бывает. Родить от духовного какого-то естества, иметь в своей семье мессию, быть отцом Христа, да, да для меня это сложные вещи, вы как бы давайте что-то попроще, может, я не знаю, постою в группе порядка, я не знаю, что-то сделаю, то, что хотя бы мне понятно по времени или еще как-то. Давайте вспомним момент, когда был Иоанн Креститель, один из великих пророков Божих, о которых там его история жизни, мать, Елизавета, отец его, Захария, изначально столько пророчеств, Иоанн рождается, он там всю жизнь в монастыре, в пустыне, в каких-то там верблюжьих одеждах, питается какими-то вещами, вот его служение, 30 лет, он выходит, ну примерно, да, он выходит, начинает обличать, говорить, народ там, он предтеча, Иисус о нем вообще как бы, Библия говорит о том, что великие, ну то есть не было пророка такого, и вот Иоанн крестит, самого Иисуса Христа крестит, да, видит знамение, небо разверзлось, Дух Святой сошел, сколько свидетельств еще надо человеку, чтобы дожить свою жизнь в полноте, ну помните, на каком-то этапе жизни, его там по определенным обстоятельствам, его садят в тюрьму, да, там по определенным делам, и он сидит, и ему рассказывают, что примерно происходит, и он берет двух учеников и говорит, посылает их, и говорит, а ты, говорит, это, сходите к нему и спросите, а это он, или нам ждать как бы другого, и ты думаешь, это еще какой-то другой Иоанн креститель, ну вы поймите, Иоанн креститель тоже человек, и в нем тоже заложен человеческий фактор, и он тоже сидит в тюрьме, ему холодно, и он понимает, что меч уже где-то близко, ему хочется, и это все включается, и знаете, в какой-то момент это происходит, давайте еще одну историю вспомним, для полноты, когда Христос, Он приходит к себе домой, да, когда Он приходит, это написано в Матфея, в 13 главе, и Он написано, приходит в свое Отечество, я быстро прочитаю, и придя в свое Отечество, учил их в синагоге их, как так, что они изумлялись и говорили, откуда у Него такая премудрость и силы, не плотников ли сын, не его ли мать называется Мария, и братья Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры Его не все ли между нами, откуда же у Него все это, и соблазнялись о нем, и Иисус сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в своем, в своем и в доме, в Отечестве своем и в доме своем, то есть Христос, который ходит, все делает, исцеляет, люди там получают свидетельство, приходит к себе домой, в улицу, приходит там, где его знают, люди, они включают свой человеческий фактор, они понимают, они говорят, ну вот его мама, вот ее называют имена, вот его брат такой, такой, он плотник, разложили, все правильно, взяли, показали о юзюме и говорят, а что в нем может-то быть, ну, то есть он с нами рос, рос там до 30 лет, а сейчас он мессия, включается некий человеческий фактор, и они не могут принять, и написано, что сам Христос, он не может ничего там сделать, когда мы вспоминаем все эти вещи, мы понимаем, что эти люди, о которых мы сейчас говорим, они жили давно, это сотни и тысячи лет, и кажется, это же в их людях есть эта функция, это же в этих людях есть определенные какие-то мысли, но я хочу сказать, мы с вами ничем не изменились, и сегодня, когда мы в практике, мы сталкиваемся с чем-то, когда мы сегодня понимаем и слышим какие-то вещи, мы читаем Писание, мы понимаем, мне все понятно, ну, что непонятно, иди до края земли, делай учеников, когда мы слышим с кафедры, открывай ячейку, там, помогай тому, ну, как бы все просто, но когда касается меня лично, я понимаю, тут начинает играть вопрос внутренней, понимай, моего человека, я понимаю, что моя почва в этот момент, она может либо принимать это все, либо не принимать, и я делаю выбор, знаете, уже не будем читать полностью, это история или глава в книге евреев, 11 глава, там вся история людей божьих, и мы их иногда понимаем, что они какие-то супервеликие, помните, когда написано, они верой, начиная с Еноха, начиная с Савеля, который принес там дары, там, Енох там вознесся, написано, Авраам там получил там город обетования, Моисей там вывел, кто там еще, Ной, и вот эти люди, они такие великие, вот ты считаешь, и думаем, Сара рожала, этот строил, эти ходили, иногда мы думаем, что это сверхлюди, и какое-то семя особое, оно просто вот так посеялось, это вот в мою жизнь семя, оно такое попадает, какое-то необычное. Знаете, в чем момент и истина этих людей? Что семя упало на правильную почву, и эти люди не стали советоваться с плотью и кровью, эти люди приняли, когда ему говорят, строй ковчег, и человек, он, наверное, если бы посчитал Ной, зачем ему это надо? Но он начал это строить, имея определенную веру, не советуясь, не включая этот человеческий фактор внутри себя. Сари, которые говорят, рожай, да не, я старый, у меня там экономика, еще так не пойдет, Бог говорит, рожай. И знаете, самое главное, удивительно, список заканчивает кто? Не Моисей, который там выявил, Пасху совершил, вспомните, кто список? Раав, блудница. Кто это вообще такая? Блудница, у которой там ни имени, ни фамилии, ни статуса. И что, она тоже в этот список зашла? Откуда она это откровение получила? А знаете, когда-то семя упало, правильно, она говорит, помогай, помогай, вот так помогай, как можешь, выведи их. Что, послушаться? Откуда я знаю, упадут эти стены, не упадут эти стены, что мне будет, какие репрессии, как со мной поговорят? Буду помогать. Отключает все свои человеческие факторы, отключает все инстинкты самосохранения и соделывает эту миссию. И когда мы думаем об этом, обо всем, давайте последнее, наверное, что мы вспомним, когда Христос, помните, Он говорит с Петром, я прочитаю, это написано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. И Христос так говорит Петру, Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Бог обращается не к системе, Он не обращается к какой-то великой Конгрессу, Он обращается к человеку, и говорит, вот на тебе я человек, вот на тебе человек, Он говорит, Петр, на тебе, я построю церковь свою. Господи, ты хорошо подумал, может мы все-таки вспомним эти истории, Адама, Евы, все, что мы там, ты помнишь, как этот человеческий фактор, он может сыграть, ты что-то говоришь, может мы как-то совет соберем, или как-то все проголосуем, как-то вот, что-то примем, а Христос смотрит на сердце человека, простого человека, и говорит, на тебе, вот именно на личности, на личности, которая может принимать это семя, я, говорит, буду создавать церковь свою. Я понимаю, какой Бог великий, и Он сегодня, когда Он говорит в нашу жизнь, Он смотрит на то, Его семя, Его Слово, оно до сих пор, оно да и аминь, оно сильное, что для Петра, что для всех людей, которых мы упомянули, Он говорит, на твоем имени, на твоей почве буду строить, буду развивать, но только тебе надо готовиться, будешь советоваться с плотью и кровью, будешь думать, много размышлять, ну, тоже можно, но если это готово, и мы знаем, что в истории Петра были проблемы, отречения, все это такое, но помните, последний их встреча, диалог на земле, сидит Петр и Иисус, и Он говорит, Петр, любишь ли ты Меня? И такой говорит еще, а ты любишь Меня так, больше, чем они? Это же как-то недуховно, да? Что-то такое, ты Меня любишь больше? А Христос смотрит на почву, Он говорит, ты любишь, вот больше, чем все они? И можно посмотреть, сказать, ну, мне как-то даже неудобно сказать-то, что я больше люблю, Он говорит, ну, как бы ты знаешь, Он говорит, иди паси овец моих. Сегодня Божья миссия в 20-21 веке зависит точно от таких же людей здесь на земле, от нашей почвы, от нашего человеческого фактора и от любви, которую Бог дает всем нам. Мы от всего сердца благословляем всех в этот день. Давайте мы помолимся и будем понимать, что сеятель вышел сеять. Его слово звучит. Хоть с Тибиена, хоть от какого проповедника, хоть в книжке, хоть в картинках, слово звучит. Оно звучало давно, оно очень давно звучало. Оно сегодня звучит. И дай Бог, оно и будет, но долго еще звучать. Оно звучит. Продолжение следует...